1 марта Лабытнанское телевидение объявило конкурс социальной рекламы «Дружим народами» для детей от 5 до 18 лет. Всего в конкурсе 4 номинации «Моя родина Ямал», «Дружим народами», «Ты равно я» и «Так много общего». Принять участие в одной из номинаций решили медиаволонтеры из городской гимназии. Вместе с третиклассниками они создали видеоролик с использованием планшетных кукол. «Да, на Земле живет много людей. Мы очень разные, но в этом и есть наша уникальность. Нас объединяет любовь к родителям, к родине, любовь к планете Земля». Третьеклассники и большеглазые куклы стали главными героями видеоролика о «Дружбе народов». Необычный сценарий придумали ученицы 8 класса гимназии Вера Ермак и Александра Мавлюкаева. Для них это уже не первый проект. Медиаволонтеры часто представляют кукольные театры и мюзиклы в детских садах и школах. Поэтому сделать видеоролик вместе с младшими школьниками для них было нетрудно. Ваша задача сейчас – широко-широко улыбаться, быть в настроении и сказать все вместе на счет три одну фразу, потому что нас объединяет любовь к миру на Земле. Мы с Сашей писали две недели сценарий для видео, которое сегодня мы записали по теме «Дружба народов». Ребята третьего класса самостоятельно выучили этот текст и сегодня рассказали на видео. Планшетные куклы сразу вызвали восхищение у ребят. Каждая из них – это изделие ручной работы. У медиаволонтеров есть 15 кукол разных национальностей, в том числе три из них – представители коренных малочисленных народов Севера. Приобрести их получилось благодаря победе в конкурсе президентских грантов. Сделаны они специально на заказ по нашим эскизам мастерицы из города Воронеж. Куклы приобретены в рамках гранта «Мы новая медиа» – стажировочная площадка для дошкольников и школьников города Лабытнанги. В рамках этого гранта мы снимаем видеоролики, и чтобы сюжеты в видеороликах были нагляднее и интереснее, мы используем вот такие куклы. Стать участником конкурса Лабытнанского телевидения «Дружим народами», представив видеоролик или информационный баннер, еще можно успеть. Прием заявок продлится до 1 апреля, а итоги конкурса будут подведены 11 апреля. Карина Щербакова, Эдуард Захаров, программа «Время местное».